В России, кстати говоря, опять возвращаясь к вопросу о санкциях, да у России просто надо перестать покупать нефть и газ, и обвалить, и всё, им не на что будет воевать. Воевать будет не на что. Ну это к Западу я уже обращаюсь, Запад и без меня это хорошо знают. Но, продолжение разговора. Я думаю, что Набиулина, очень умная женщина, благодаря которой Россия держится финансово, в первую очередь благодаря ей, она не случайно забила тревогу неделю назад, официально, публично вышла в публичную плоскость, забила тревогу, потому что российская экономика нам на радость накроется медным тазом. Мы уже вспоминали сегодня о Маске. Маск заявил, что его компания имплантировала мозговой чип второму пациенту. Маск сам рассказал, что у человека, которому имплантировали чип, травма спинного мозга, похожая на травму первого пациента, который был парализован в результате несчастного случая. Маск сказал, не хочу сглазить, но похоже, что со вторым имплантом всё прошло очень хорошо. Миллиардер добавил, что ожидает, что его компания предоставит импланты ещё восьми пациентам в этом году в рамках своих клинических испытаний. Чипами разработаны. Он предназначен для того, чтобы дать парализованным пациентам возможность пользоваться цифровыми устройствами при помощи одной лишь силы мысли. Ну, это потрясающая история. Мир преображается на наших глазах. Просто преображается. Я не знаю, к чему это приведёт. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я не знаю, победит ли человечество от вживления в мозг чипов или проиграет. Но сам факт – это сродни клонированию. Это сродни клонированию. Это величайшее достижение человеческого разума. А, кстати, Дима, вот если так тебе бы сказали, кого бы ты хотел клонировать? Любого человека возьми на земле когда-либо жившего. Кого бы ты клонировал? Да я бы себя наклонировал. Я тебе скажу, не худший вариант. Ну, действительно, а зачем далеко ходить, да? Я всегда отличался большой скромностью. Поэтому наклонировал бы прежде всего в первую очередь себя. Ну, в принципе, ты и так достаточно преуспел в этом. Дети же в жизни или нет? Но я не только отличаюсь большой скромностью, я еще и отличаюсь большим желанием и любовью смеяться над собой. Я над собой смеюсь с удовольствием и люблю, когда надо мной смеются другие. И люблю людей, которые любят, когда над ними смеются. Это хороший признак. Поэтому, слушай, в мире немало достойных людей. Это я уже серьезно отвечаю. В мире, в кого стоило бы клонировать, и от этого мир стал бы лучше. Безусловно. Ну, посмотрим. Я верю в эту историю, в клонирование. Верю, это очень интересная история. Очень интересная. Ну, такие тоже не испытания, а в принципе такие процессы идут. Мы же это понимаем. Да. Когда еще началось. Тут главное, чтобы эти достижения не попали в руки таким мерзавцам, как Путин и другим. Я думаю, Олеся, что клонированные люди уже давно живут среди нас. Ты не клонированная, кстати, нет? А кто же тебе расскажет? Я подозревал это. Ну, тут главное, чтобы все не закончилось, как у Маска. Понимаешь, сколько у него жен было. А в итоге сейчас в ресторан и ужинать не с кем ходить. Он с женщиной-роботом сидит, она ничего не ест, экономия, опять же. Может, она ласковая? Да, я не знаю. Мы же не знаем. Он написал, что она покорная, умная, покорная, скромная. А что еще надо для хорошей семейной жизни? О, да. Хорошо. Давай вернемся к твоему прогнозу, о котором, ну, который, во-первых, я знаю точно, наверное, человек 15, которым твой прогноз сейчас позволяет и помогает держаться на плаву и как-то не сходить с ума, потому что они верят в то, что война закончится, ну, горячая фаза войны закончится в этом году. Скажи, пожалуйста, так как время идет, обстоятельства меняются, появляются какие-то новые факторы, которых мы знаем или не знаем, что бы ты хотел сказать на эту тему? Олесь, я повторю то, что я сказал еще раз. В этом году война закончится. Это не просто я там, знаешь, палец в рот засунул, облезал, посмотрел на потолок и сказал, так будет. Нет, это анализ на основании большого количества открытой информации из наших российских и западных источников, ну и, конечно, огромного количества конфиденциальной закрытой информации из наших и западных источников. Ты же понимаешь, какие это источники, ты это знаешь хорошо, и все говорит о том, когда я все взвешиваю и перемалываю в себе, как бы, да, все говорит о том, что война закончится в этом году. Не так много времени осталось до конца года. Терпи ли не такое и не столько? Потерпим чуть-чуть. The Telegraph вышел со статьей, в которой рассказывает о том, что программное обеспечение британской атомной подводной лодки, оказывается, создавалось белорусскими инженерами. И не просто белорусскими инженерами, а один из разработчиков находится и продолжает заниматься этим проектом, находясь в Сибири. Один в Минске, один в Сибири, в России. Ну и, конечно, это большой скандал, вот буквально статья свежая, потому что речь ведь идет, ну, понятно сейчас идет разбирательство, каким образом вообще подряд на то, чтобы программное обеспечение подводной атомной британской лодки могло попасть к белорусской компании с российскими корнями. Но и теперь вопрос, как далеко и глубоко россияне смогли с помощью этого влезть, и что они теперь могут и знают. Олесь, таких скандалов будет еще много. А что тут сказать? Сказать нечего. Хорошо, идем дальше. Там, где тебе есть что сказать, я думаю. Армения снова отказалась участвовать в учениях ОДКБ. Они пройдут в Кыргызстане 3-го, 15-го сентября. The Moscow Times подсчитала, что начиная с осени 22-го года Армения отказывается от участия в учениях ОДКБ в четвертый раз. В частности, в январе 23-го премьер Армении отказался проводить военные учения с партнерами по ОДКБ на территории страны, заявив, что делать это нецелесообразно. Если коротко, Армения уходит из лап России. Это процесс незворотний. Армения уходит в Европу. Армения уходит в мир. Армения очень поддерживает в этом стремлении. Соединенные Штаты Америки, Франция, которые имеют огромное влияние в Армении. Иран, между прочим. С Ираном у Армении традиционно хорошие отношения. Но я бы даже сказал, что Армения получает сейчас поддержку и Турции, и Азербайджана. То есть все региональные игроки, плюс США и Франция, хотят, чтобы Армения ушла из лап России. И Армения благополучно это делает. Думаю, что Пашинян будет признан величайшим армянином, который нашел в себе силы это сделать. Ему будут стоять памятники по всему миру. США обвинили Россию в помощи Китаю с созданием оружейного плутония. Китай строит сотни шахт в западных регионах страны для размещения межконтинентальных баллистических ракетных ракет, быстро наращивая возможности для нанесения ответного ядерного удара. Уран для производства ядерных боеголовок, которыми будут снабжены эти ракеты, поставляет Россия. Предупредил Виппин Наранг, исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике. Россия может тысячу раз помогать Китаю, но закончится тем, рассчитывая на референции, но закончится тем, что Китай просто обведет вот так Россию вокруг пальца. Китай ее всегда обманет. Россия не сможет добиться от Китая взаимной любви. Потому что Китай – это Китай, а Россия – это Россия. Ну что, я хочу в финале нашей беседы, друзья, ты говоришь, обведет вокруг пальца, а я хочу о другом части тела сказать. Ты, наверное, ты не наверно, ты следишь за тем, что происходит на Олимпиаде, потому что в этом году, друзья, Олимпиада, вот как она открылась во Франции, ярко, пеерично, скандально, так и продолжается. Я стала наблюдать, что даже те люди, которые абсолютно далеки от спорта, именно эту Олимпиаду прямо полюбили и смотрят ее не только как Олимпиаду спортивную, а просто как шоу, как развлекательное какое-то контент. И, собственно говоря, много поводов эта Олимпиада нам дает для того, чтобы и посмеяться, и порадоваться. Я, конечно, хочу поздравить нашу Олимпийскую сборную, потому что спасибо ребятам, они вот сегодня, особенно сегодня, такие победы важны. Ты сейчас, наверное, по именам назовешь, кому спасибо, кто... Молодцы, все молодцы, но те, кто принес нам медаль. Но я просто хочу сказать, что по поводу овел вокруг пальца. Какая драма, друзья, разыгралась на Олимпиаде позавчера, по-моему, это произошло или вчера, когда французский прыгун не смог добиться успеха в прыжках, потому что сбил планку, но как же сбил? То есть проиграл, но выиграл. Я думаю, что теперь у него от женщин и от поклонниц просто от боя не будет, потому что сбил планку своим детородным органом. То есть это было так ярко. Это видео облетело весь мир. Я думаю, что теперь он может карьеру устроить на, не знаю, онли-фан, спорнохапы, быть там самым высокооплачиваемым спортсменом. Ты знаешь, я вспомнил старый советский фильм «Белое солнце пустыни», очень хорошее кино, и там была песня «Не везет мне в смерти, повезет в любви». Вот этому спортсмену можно перефразировать «Не везет мне в спорте, повезет в любви». Я думаю, что после того, как он, как это сказать правильно, своими гениталиями едва не сбил планку, после этого отбоя от предложений у него просто нет. И личная жизнь у него будет устроена наверняка на долгие годы вперед. Причем она будет очень яркой. Ну, не будем завидовать человеку. Мы не состязаемся в прыжках с шестом. Поэтому, если... Ну, это, конечно, потрясающе. Это такой курьезный случай, который запоминается, пожалуй, больше, чем вся остальная Олимпиада. Ну, на самом деле, сейчас я скажу, безусловно, какие-то вещи еще о наших украинских спортсменах. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Это лучший телеграм-канал Украины, и не только Украины. Все самые свежие новости тут же появляются у нас. И самая уникальная аналитика, и все вы сможете найти у нас. Все телеграм-каналы сегодня падают в подписке. Мы растем динамично, красиво. Люди переходят на наш телеграм-канал Дмитрий Гордон, и мы ждем каждого из вас там. Это первое. Второе. Вы видите QR-код донать на дроны для ВСУ. 180 дронов мы передали уже вооруженным силам Украины. И с вашей помощью хотим передавать дальше, дальше и дальше. Кто сколько может, задонатьте, пожалуйста. Для этого надо приложить просто видеокамеру вашего мобильного телефона, QR-коду, и по желанию помогите, пожалуйста, помогите нашим ребятам. Дроны сегодня самое главное на фронте. Ну и теперь, наконец, об Олимпиаде. Мы радуемся как дети каждой медали украинской. И, конечно, когда мы видим в прыжках побеждает Ярослава Могучих, и у нас в прыжках высотой у нас еще бронзовая медаль, когда мы видим наших саблисток во главе с Ольгой Харлан, да, прекрасных, когда мы видим вообще... Ну, я хочу сказать, я не хочу даже намекать ни на что, но у нас впереди еще поводы для радости будут. Безусловно, Олимпиада 2011 закрывается, время есть, и ребята есть у нас достойные. Я надеюсь, что, конечно, украинский гимн будет еще звучать в Париже на радость миллионам украинцев. Ты сказал о фильме «Белое солнце в пустыне», а я вспомнила, как на пресс-конференции, после того, как Янукович разгромно проиграл после оранжевой революции, я задавала ему вопрос... Ты же не могла его не поддеть, да? Ну вот характер. А скажи, пожалуйста, я что-то сложное спросила, да? Ты спросила легкое для себя, но сложное для него. Конечно, ты Януковича поставила в очень неудобное положение. Про положение после французского прыгуна давай не будем, неудобное Януковича. Итак, я у него сначала спросила, а какой его любимый фильм? На это он, кстати, очень легко, быстро ответил, вообще ни с кем даже не советовался. Он сказал «Белое солнце в пустыне». А вот когда я спросила, говорю, а какая у вас прочитанная книга, вот последнюю, какую вы свежую сейчас читали? Вот тут, конечно, он завис. Я это уже как-то рассказывала, и завис окончательно и бесповоротно. Если бы не помощь Анны Герман, которая бросилась на амбразуру и стала говорить, ну как же, Виктор Федорович, ну как же, вы не помните, я к вам заходила в кабинет, у вас там лежит же книга открытая. Она же, он... Да-да-да-да, она же называется, он говорит, называется Вылыка, Вылыка. Ну она понимает, что это бесполезно. Ну, Вылыка Шахинница, Бжезинцикова. Ну он не смог это всё повторить, но вот она его выручила, как выручала всегда. Как ты считаешь, не старый же человек, да, в принципе? Жив ли он, пьёт ли он? Что у него вообще в голове сейчас? Горя столько принёс Украине. Ты знаешь, уже я завис, я тебе скажу. Тут Шекспир нужен, потому что то, что произошло с Януковичем в жизни, у него жизнь полна драм и коллизий, во-первых. Это уникальная биография, но то, что его биография принесла Украине, это без Шекспира не обойтись. Конечно, было бы интересно когда-нибудь с ним встретиться, я тебе скажу. Вот мне, как журналисту, было бы очень интересно когда-нибудь встретиться с Януковичем. Даже не как журналисту, а как исследователю человеческих душ. Очень интересно поговорить с ним. Но... В тюрьме когда он будет, отвечая за всё? Где бы он ни был, след его жуткий на истории Украины и в том, что произошло с моей страной, огромная вина за это лежит лично на Януковича. Огромная вина лично на нём. Но поговорить с ним было бы интересно. Помогу разное виноам. Огромное с 또ой разнымdoo%. Продолжение следует...